Что нужно успешному мужчине от женщины? Для кого-то успешный мужчина это миллиардер, для кого-то успешный мужчина это долларовый миллионер. Пока это все мелочи для меня, почему я должна говорить спасибо или благодарить? Ой, мне так хочется быть с этим мужчиной, поэтому как же мне прогнуться перед ним? Надо мужчину держать в тонусе, надо, чтобы мужчина знал, что он может в любой момент меня потерять. Если хотя бы эта мужчина будет получать от вас, как от женщины в отношениях, вы уже выйдете среди большинства женщин. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, и я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому полезнейшему видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. И, конечно же, отправьте это видео всем-всем-всем подружкам. Кто такой успешный мужчина? Давайте начнем с этого. Для разных женщин успешность мужчины может иметь разные критерии. То есть для кого-то успешный мужчина это миллиардер, для кого-то успешный мужчина это долларовый миллионер, а для кого-то успешный мужчина это тот, у которого получается в жизни, он справляется, ставит цели, достигает их. И, в принципе, видно, если посмотреть на его путь, как минимум за несколько лет, мы видим какой-то рост, какую-то динамику. То есть этот человек двигается к чему-то большему. И у него получается. Так вот, что же важно успешному мужчине от женщины? Почему я имею право говорить на эту тему? Потому что я, в принципе, тоже отношусь к мужчинам, которые можно назвать преуспевающим, у которого получается. Также в моем окружении есть немало успешных мужчин, которые целеустремленно двигаются вперед. И так же, как психолог с 2014 года, уже большое количество выпускниц, успешных кейсов, отзывов, поэтому я понимаю, о чем говорю. Первое, что могу сказать, закономерность. Это что хотят все успешные мужчины? Это признание. Признание от женщины. Это когда женщина восхищается этим мужчиной. Что такое признание? Это когда женщина вслух озвучивает, что она ценит в мужчине его достижения, его результаты, его успехи. И она озвучивает об этом вслух. Что ты такой, ого, ты такого достиг. Вау, какой ты умный, потому что там вот потому. Чаще, классика, это признание мужские качества, признание мужских качеств, либо же признание мужских достижений. И знаете, это как наркотик для этих мужчин. И парадокс в том, что большинство этих мужчин, они этого не слышат. А женщин кажется наоборот, что вот, он же успешный, он же такой весь классный, да, он, наверное, это слышит каждый день. И я тут буду очередная. Я не хочу быть очередной. Я хочу выделиться. Поэтому я буду, как бы так, чуть закрытой в этом плане. И это большая ошибка. И поэтому признание, это круто. На это большинство мужчин голодны, потому что они не слышат этого от женщин. И еще почему? Потому что многие женщины сами нуждаются в признании. Им самим не хватает признания. И они часто от мужчины требуют этого признания, своей классности. А когда человек сам требует признания, то он не может дать это другому. Поэтому если вы хотите, чтобы успешному мужчине с вами было хорошо, убедитесь, что вы закрываете его эту потребность, признание. И я могу добавить, что неуспешные мужчины тоже в этом нуждаются. Но фишка в том, что успешный мужчина в этом нуждается, и он продолжает действовать. А если мужчина, которому ничего в жизни не нужно, вы даете ему признание, то он от этого только расслабляется. Если вы смотрите это видео, значит вам не безразлична тема психологии отношений. Именно поэтому я приглашаю вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс в формате вебинаров, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению», где мы будем разбирать такие темы. Как перезагрузить непонятные отношения и стоит ли вообще это делать? Как привлекать достойных мужчин в вашу жизнь и сделать правильный выбор? Как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11? И чтобы все было классно не только во время конфетно-букетного периода, а столько, сколько вы захотите. Прямо сейчас кликайте по ссылке под этим видео и успейте записаться бесплатно. До встречи! Следующее, что важно успешному мужчине в отношении к женщиной, это верность. Это верность, можно сказать, преданность. Это такое ощущение, что эта женщина только моя. Ну, опять же, не любая женщина только моя, а женщина, с которой он в отношениях, она его. И многие женщины думают, что «Ну, я же не изменяю, ну, значит, я верна». Но это не только об этом. Верность — это не только про неизмены физические. Верность — это про... Ну, вот если вы, например, восхищаетесь другими мужчинами, уже у мужчины ощущение, там, подозрение неверности. Если вы сравниваете мужчину с другими, если вам важно быть какой-то сексуальной постоянно и получать внимание других мужчин, это тоже у мужчины, у него такое ощущение неверности женской. Это не значит, что он там будет придираться или точно ревновать, это значит, что у него такое ощущение неустойчивости. А ему важно понимать, что эта женщина верна этому мужчине. И у многих есть тоже там иллюзия, страхи, что если дать такое ощущение мужчине, то он расслабится. А что он тогда будет напрягаться? Надо мужчину держать в тонусе, надо, чтобы мужчина знал, что он может в любой момент меня потерять. Это манипуляции, если вы так мыслите. И я считаю, что если вы хотите, чтобы вас человек боялся потерять, нужно быть для него ценностью. На примере сотрудника. Смотрите, если мой сотрудник мне ценен, и я это понимаю, и это факт, я боюсь его потерять. Но если этот сотрудник дает мне ощущение стресса, странных каких-то штук, и манипулирует, что я его могу потерять, этот сотрудник доставляет мне, скорее всего, стрессы. И мне с ним долгосрочно не очень по пути. Понимаете, да? Поэтому второй пункт, потребность успешных мужчин, что нужно успешному мужчине и женщине, это верность. Третье, конечно же, это близость, это секс. Это качество секса. И я бы слукавил, если бы это не упомянул. То есть в сексе должна быть совместимость, вам должно быть хорошо. Для мужчины успешного важно, чтобы женщина была хорошей любовницей, чтобы она и доставляла удовольствие, умела доставлять удовольствие мужчине, и сама кайфовала от процесса, и это было не наиграно, не симулировано. И часто успешный мужчина качество секса женщина оценивает по ее удовольствию. Вот он видит, что она с ним кайфует. Значит, и он чувствует, что он такой классный, и, соответственно, ему классно в сексе с этой женщиной. Четвертый пункт – это благодарность. Что такое благодарность? Это признание ценности в чем-то. То есть мужчина что-то сделал, даже мелочь, и женщина это заметила, она это оценила. И большинство женщин, к сожалению, я сейчас не обвиняю никого, я просто описываю с позиции мужского мира, они многое воспринимают как должное. Или им кажется, ну вот если бы он сделал что-то у меня суперзначительное, особенное, вот тогда я скажу спасибо. А пока это все мелочи для меня, почему я должна говорить спасибо или благодарить? Вы не должны, вы мне не должны, мужчинам не должны. Я просто описываю потребности, а вы уже можете из этого взять что-то полезное и попробовать поэкспериментировать, либо посмотреть это видео, забыть, да и все. Поэтому благодарность, это когда мужчина что-то делает, даже, ну вот мелочь, комплимент, и женщина говорит спасибо, мне очень приятно. Такие теплые слова. Кажется, мужчина вызвал такси, мелочь. Ну блин, спасибо. Или мужчина там всегда готов прийти на помощь, или решил какой-то вопрос. И поймите, тут не работает, ну это же так понятно. Ну вот он мне подарил платье, но это же и так понятно. Вот прямо сейчас я общался с другом, просто вот одно из того, что ему не устраивает в отношениях, то, что женщина не дает ему благодарность, не дает это ощущение, хотя он действительно немалое для нее делает. Ну точно немалое. Поэтому умение благодарить даже за мелочь. Это не значит, что нужно теперь трястись и думать, поблагодарил я за каждую мелочь или нет. Просто нужно научиться видеть. И поверьте, нужно научиться видеть в мелочах. И когда вы научитесь подчеркивать мелочи, даже если вы сейчас не в отношениях, даже там у поклонников или, я не знаю, вот среди других мужчин, общение с другими мужчинами, у вас будет этот навык. И этот навык вас тоже выделит среди 99% других женщин. Все то, о чем я говорю в этом видео, это вас выделит среди 99% женщин. Вы будете эксклюзивом. Понятно, что есть много нюансов. Понятно, что я не даю каких-то супер четких шаблонов, инструкций, еще более детально не раскрывая эту тему. Более детально мы, в том числе, это учим на путь женщины, на 30-дневной программе, на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция по применению». Тоже детально это разбираем. Прямо сейчас под этим видео можете успеть записаться на бесплатный курс вебинары. Я не говорю, что это самое главное. И тут важно понимать, что я не учу вас превращаться в удовлетворительность мужских потребностей. Или заслуживать любовь, быть хорошей девочкой, думать, ну что, вот я тут так стараюсь, что он теперь будет меня любить. Это важно делать с позиции равности, а не с позиции снизу-вверх. «Ой, мне так хочется быть с этим мужчиной, поэтому как же мне прогнуться перед ним?» Вот так не будет работать. Это не будет звучать искренне. Либо если у вас обиды на мужчин, если у вас претензии к мужчинам, презрение, обиды, жалость к мужчинам, тогда это не будет восприниматься искренне. Именно поэтому я всегда сторонник. Я против шаблонов. Я за всестороннее развитие, что важно, да, понимать, как оно работает, но при этом важно понимать, а я проработана как личность, как женщина. Поэтому здесь должен быть баланс. И опять же мы это разбираем и на бесплатном курсе, и прокачиваем трансформацию, делаем на путь женщины. В самом масштабном, кстати, женском тренинге, который уже с ноября 2014 года уже более 50 тысяч выпускниц. Поэтому благодарность, умение благодарить искренне, по-настоящему. И тогда мужчина понимает, вот я делаю, я стараюсь, и это ценно, и мне хочется еще, и мне хочется еще. И не нужно благодарить мужчину за то, что он лежит на диване, окей? Если вы думаете, что вы начнете благодарить мужчину, который лежит на диване, и от этого он встанет с дивана, тоже не нужно притягивать за уши. Если не за что благодарить мужчину, ну реально не за что, тогда не нужно этого делать. И следующая потребность. Я думаю, для этого видео этого будет достаточно. Даже если вы хотя бы эти потребности научитесь закрывать мужчине, если хотя бы это мужчина будет получать от вас, как от женщины в отношениях, вы уже выйдете среди большинства женщин. Так вот, следующий пункт – это довольность. Это то, насколько вы довольны. И довольны не мужчиной, а даже если убрать мужчину, который может быть не самый лучший, а насколько вы довольны этой жизнью, насколько вы довольны собой, насколько вы довольны тем, что вам там предвкушением дальнейшей жизни, насколько вы удовлетворены сами собой. И здесь тоже некоторые женщины делают ошибку и думают, что сейчас я натяну улыбку, сейчас я начну симулировать. Не нужно симулировать ни оргазмы, ни довольность жизнью. И если вы сейчас понимаете, что я действительно жизнью недовольна, не нужно это симулировать. Нужно задаться вопросом, что мне нужно менять в себе, что проработать, чтобы стать довольной женщиной. И чтобы это было мое стабильное, перманентное состояние. И не вот эта дурацкая довольность, дурацкий позитив, а спокойная довольность. И потому что довольную женщину мужчине хочется делать еще довольней. Но, пожалуйста, не симулируйте. Если вы начнете симулировать и изображать, это не вы настоящие. Это образ. И рано или поздно все тайное, то, что вы скрываете, станет явным. И ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому важна внутренняя работа. Не только понимание психологии мужчины, как на него влиять и что ему нужно, но и понимание себя, потому что все начинается с тебя. Главный человек в твоей жизни – это ты, не мужчина. Первое место – это я, потом мужчина, потом дети. Это не значит, что вам плевать на детей, и вы на первом месте. Это не значит, что вам на кого-то плевать. Это значит, что все начинается с меня. Если я недовольна, ну как я могу быть искренне благодарна этим мужчиной, если я недовольна даже собой, своей жизнью? Если мне самой, у меня низкая самооценка, то как я могу дать признание другому человеку, если я сам нуждаюсь в этом признании, если меня там в детстве недолюбили, и я это не проработал? Поэтому, если вам важно разобраться в этой теме более детально, понять, какой путь нужно пройти, трансформации путь, еще больше понимать свою психологию, мужскую психологию, психологию отношений, тогда прямо сейчас под этим видео записывайтесь на бесплатный онлайн-курс, вебинары, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Мы будем разбирать эти другие темы максимально подробно. Если это видео было для вас полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok